Всем привет! В этом видео мы рассмотрим модификацию Immersive Engineering. Первый необходимый и очень полезный предмет это руководство инженера. В нем можно найти всю информацию. Первым делом рассмотрим коксовую печь. Для нее нам потребуется 27 кирпичей коксовой печи и молот инженера. Строим куб 3 на 3 блока из этих кирпичей и молотом нажимаем по центральному блоку. В этой печи мы будем плавить уголь и угольные блоки и получать коксовый уголь и криазод. Также криазод можно извлекать при помощи жидкостных труб. Теперь соберем доминную печь по такому же принципу, но в этот раз нам потребуется кирпич домина печи. В этой печи мы сможем получать закаленное железо, а коксовый уголь нам понадобится так как он горит дольше чем обычный уголь. Кладем железные слитки и через продолжительное время получаем закаленное железо и шлак. Шлак мы можем использовать в некоторых крафтах. Теперь рассмотрим верстак инженера. Для работы с этим верстаком нам потребуются инженерные чертежи которые мы можем скрафтить или купить жителей. Далее рассмотрим некоторые способы получения энергии при помощи водяного колеса или ветряной мельницы. Сначала поставим кинетический генератор и к нему подключим водяное колесо. Но и создадим поток воды. Через некоторое время водяная мельница начнет крутиться и вырабатывать энергию. Ветряные мельницы устанавливаются по такому же принципу, но уже на высоте. Как можете заметить, парусная мельница работает быстрее. Для передачи энергии моде используются коннекторы и соединяются они проводом. Всего три вида коннекторов и проводов. Низковольтные, средневольтные и высоковольтные. Также высоковольтные катушки можно соединить с высоковольтным реле. А еще эти коннекторы можно подключать механизмом из других модов. Теперь поставим продвинутую доменную печь. Для этого нам потребуется 27 кирпичей продвинутой доменной печи и воронка. А для ускорения механизма по бокам необходимо подключить воздухонагреватели доменной печи. И подключить их к энергии. Вот скорость продвинутой доменной печи и обычной для сравнения. Ну и напоследок построим пресс. Молотом необходимо нажать по поршню. На этом прессе можно создавать пластины и шестеренки. Для этого необходимо установить соответствующую форму. Подключим пресс к энергии и попробуем создать железную пластину. А вот и пластина. В следующей части мы рассмотрим основные большие механизмы. Всем спасибо за просмотр! Играйте на наших серверах! Субтитры создавал DimaTorzok